Вот он течет, течет этот ручеек, вот тут лужица небольшая, и вот он дальше туда утекает. Как рассказывает Людмила Монакина, молочные реки и кисельные берега не первый год украшают ее родное паново. Истоком зловонного родника является канализационный люк как раз возле многоквартирного дома на улице Мира под ее окнами. Вы представляете, жара, мы с закрытыми окнами, потому что невыносимо жить в таком зловоне. Всем-то наплевать, потому что в основном у всех не под окнами, особенно вот те два дома. А мы задохлись, мы задохлись, мы уже не знаем, куда нам деваться. Там вот сделали от канализации, у нас здесь все время течет. Я живу здесь 47 лет, вот второй год у нас такое. По словам жителей деревни, проблема в устаревшей системе канализации. К коллектору подключены несколько многоквартирных домов. Постоянные засоры в трубах перенаправляют зловонные потоки не в единый сливной отстойник, а в ниже расположенные канализационные колодцы к соседнему дому. Вот, пожалуйста, видите, тоже все переполнено. Когда у нас все нормально, здесь ничего нет. Судя по содержимому в люках, резервуары возле домов не чистили много времени. Как результат бездействия, вонючий ручей течет напрямую к недавно отреставрированному клубу. Сейчас очень много бытовой техники и любой другой техники, которая, опять же, улучшает условия жизни наших жителей. Но при этом идет большой расход воды. Естественно, вода куда-то должна уходить. Как таковой системы канализации в деревне Паново нет. Центральное водоснабжение в деревне есть, а канализации нет. Но так не бывает. По словам чиновницы, в домах якобы предусмотрены выгребные ямы. Между тем, действующие колодцы для сточных вод объединены в единую сеть трубопроводами. По технологии сантехника это уже ямой не назовешь. А канализационную систему надо периодически чистить и обслуживать. Тем более, что по бумагам сеть находится в ведении администрации Паликского района. Дело в том, что, понятно, вопрос очень сложный, пока здесь решений нет. Периодически бывает, или засоры какие-то где-то пошли по коллекторам, либо, может быть, вот ливневые стоки туда попали, дождь был сильный. Что-то где-то переполнилось. Конечно, нужно в срочном порядке решить эту проблему и жителям собраться, и нанять организацию, которая произведет откачку стоков. Светлана Ивановна утверждает, что особых проблем в мутных потоках не видит. Предприятие Паликский туристский центр, который подает воду в деревню, на баланс систему брать не хочет. В МУПе нет специализированной автотехники. Людям нужно просто рачительнее относиться к общему имуществу своего дома, добавила чиновница. Если нужно вмешательство районной администрации в плане приехать, провести контрольные мероприятия, выписать кому-то предписание, дабы не подлежало порче имущество сельской администрации, Пановского сельского поселения, конечно, мы это можем сделать. Как отмечают жители, часть фекальных масс течет под здание клуба, которое полгода назад открыли после капитального ремонта. На модернизацию здания потратили почти 4 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.